всем привет на канале удач man сегодня у меня будет с вами такой разговор по теме кого же выбрать в следующем году в бундестаг из этого большого количества партий якобы обещающих золотые горы как молочные реки в кисельных берегах а по факту практически ни одна партия этого не осуществляет и натолкнул меня на эту тему один комментарий женщина одна написала как же так ведь мы голосовали вот сейчас на последних выборах там на своих земельных выбора за афд афд никаких поток выполнение своих обещаний предвыборных нам не показывает и ничего не выполняет из того что говорили и прежде чем начать кидать в меня камнями или грязью я хотел бы чтобы вы если кто-то из вас допустим не знает этого особенно двадцатилетние тридцатилетние может быть сорокалетние люди если вы этого не знаете обратитесь к архивным данным это можно сегодня найти в интернете можно найти фотографии документы и так далее будем проводить параллели германия тридцатых годов двадцатого столетия и сегодняшняя современная германия значит сразу нацистская германия когда в тридцать третьем году нсдп пришло к власти выбрали рейхсканцлером и идиота гитлера советский союз начал усиленно развивать экономические и политические связи с этой страной более того многие офицеры люфтваффе занимались учились в советских летных академиях на летчиков это действительно так и есть и также парад на 1 мая демонстрации вернее на 1 мая на 7 ноября середине тридцатых годов советское правительство советские военные запечатлены на фотографиях с офицерами вермахта нацистской германии казалось бы благо елки-палки страны развиваются хорошо дружба как говорят мир дружба жвачка ничто не предвещает грозы но все-таки в сорок первом году после того когда был подписан пакт молотова-ребентропа о ненападении фашистская германия офицеры которые советскими офицерами сидели задними столами пили шнапс шампанское водку ели икру обменивались опытом своих военных присылали на обучение брали советских военных к себе на обучение вдруг забыли о том что они делали и напали на советский союз советские люди были в шоке советских людей уничтожали с обоих сторон уничтожали сталинские репрессии уничтожала фашистская германия это так вкратце просто посмотрите архивные данные посмотрите фотографии вы найдете очень много очень много из того даже более чем я сейчас могу вам показать а теперь давайте посмотрим сегодняшнюю германию сегодняшняя германия партия афд что они кричат и сколько поклонников среди населения у этой партии в первую очередь огромная львиная доля поклонников симпатизирующих вот этой вот партии почему-то среди поздних переселенцев многие говорят что это единственная партия в германии которая единственная говорит правду хочет благосостояние для своего народа хочет порядка в стране хочет избавиться от этих вот мигрантов у меня будет просто вопрос к вот этим вот гражданам поздним переселенцам которые с пеной у рта доказывают что афд действительно классная партия это действительно то что нам нужно это действительно то чего мы заслуживаем вы проводите параллели между тридцатыми годами прошлого века и сегодня да я не хочу сказать что это те же самые нацисты и так далее нет это очень умные хитрые люди но вы вообще читали программу партии афд я не буду здесь вам говорить по пунктам что там записано я не буду вам здесь говорить для того чтобы расширить свой кругозор вот вы все кричите вот они то они для нас хотят сделать это они хотят сделать это они единственные кто заботится о благосостоянии народа они единственные кто заботится о стране о социальной жизни они хотят избавиться от мигрантов они хотят избавиться от безработицы граждане недалекого политического В первую очередь, почитайте их программу партии. Во вторую очередь, они хотят избавиться от мигрантов. Хорошая пауза, Станиславский бы это оценил. Теперь смотрим. Они хотят избавиться от мигрантов. А вот этими мигрантами считаетесь и вы тоже, граждане поздние переселенцы. Нет у них такого, что вот они будут избраны, они избавятся от сирийцев, от афганцев, от туркменов, от турков, от тунисцев. А русских оставят. Да не будет этого. Они всех вышвырнут. Вы говорите, я обманываю вас. Вы говорите, что я не прав. Они же говорят, что вот хотят сотрудничать и очень тесно с Россией. У меня к вам один вопрос. Неважно, с Казахстана, с России, с Поволжья бежали. Хорошо, не бежали. Ехали на историческую родину. Мы же все этнические ненцы. Ехали на историческую родину, Германию. Многие уезжали. Почему? Задайтесь сами этим вопросом. Почему уезжали из той же самой России в Германию? Потому что вас достала долбанная политика. Вот эти вот коррупционеры-политики, вот эти вот взяточники, эти хапуги, где идешь с ребенком в детский сад записаться? Давай взятку. В школе, чтобы к ребенку хорошо относились? Давай взятку. Чтобы сделали ремонт в школе? Давай взятку. Чтобы поступил ребенок в институт? Давай взятку. И причем хорошую взятку. Я это беру не просто так, от балды. У меня соседка поступала в мединститут. Пять лет подряд. Она идеально знала медицину. Она до этого отучилась в медучилище. Она работала лаборанткой. Она работала ассистенткой хирурга. Она выполняла грязную работу в больницах. Она пять лет подряд пыталась поступить в мединститут. И каждый раз ее заваливали. Пока наконец ее отцу, хирургу по образованию и по призванию, декан института сказал, вы хотите, чтобы ваша Наташа поступила в институт? Я разделяю ваши желания. Но как бы вам объяснить? Дача у меня есть. Ну у меня нет жигулей. Как бы вы разделили мое желание? И вот этот человек собрал деньги у себя, со своих родственников, влез в долги. И на следующий год, на шестой год, Наташа поступила в институт, дав взятку декану института медицины в размере 7 тысяч рублей. Это только один пример. Это только один пример. А теперь вы говорите, что они хотят, это же Россия, это же экономически развитая страна, там вон какая политика, там ненавидят гомосеков, ненавидят... Секунду! Если вы такие псевдопатриоты, что вы здесь забыли в Германии? Что вы забыли здесь в Германии? Едьте туда, в Россию, блин. Это АФД говорит вам то, что вы хотите слышать. Вы хотите слышать, что мигранты говно? АФД говорит вам с трибуны, мигранты говно. Мы будем от них избавляться. Вы хотите услышать, что будет хорошая, спокойная политическая обстановка в мире? Что Германия и Россия будут как братья, как брат и сестра вместе экономически развиваться и политически создадут крепкий альянс? Пожалуйста, АФД говорит, мы будем развивать нашу страну экономическими связями с Россией. Мы будем с Россией тесно сотрудничать, как никто другой. Вы же этого хотите услышать. Вы же хотите слышать, что избавятся от безработицы. Они вам говорят, мы избавимся от безработицы. А каким образом они избавятся от безработицы? Опять будут строить лагеря? Опять будут отправлять людей в тюрьмы за то, что они не работают или еще что-нибудь? Подумайте просто над этим. Что вы хотите слышать, то вам и говорят функционеры от этого АФД. На примере последнего случая, когда вот этот вот вонючий афганец зарезал полицейского и еще покалечил 6 человек, функционеры от АФД тут же схватились за это и начали кричать, вот если бы нам позволили сделать ремиграцию, такого бы не было. А что такое ремиграция? Вы задумывались над тем, сколько в Германии живет людей, как говорят немцы, миграционских интергрумтов, то есть с корнями миграционными. Это у меня такие миграционные корни, у вас такие миграционные корни, у всех, у русских немцев, у евреев, у украинцев, белорусов, казахов, которые здесь живут, у турков, которые здесь живут. Как вы считаете, знаете сколько миллионов людей живет здесь в Германии с такими вот корнями? 35 миллионов. И абсолютно все эти 35 миллионов будут подвержены депортации по причине того, что они не коренные немцы, они не истинные немцы, они не родились здесь. Плевать на бумаги, бумаги можно сделать где угодно, бумаги можно купить какие угодно. По факту вы не коренные немцы, вы этнические немцы, не забывайте этого. Это один пункт из сотен пунктов, которые я мог бы озвучить. Просто эфирного времени мне не хватит. Я не хочу забивать ваши головы той информацией, на которую вы еще не способны реагировать. Если я говорю, посмотрите в интернете партию, вернее программу партии этой АФД, посмотрите в интернете архивные данные советских и немецких 30-х годов офицеров и военных, сидящих за одними столами, вместе проходящих обучение на каких-то курсах, стажировках. Вы потом сопоставите все эти факты друг с другом и вы поймете, что я вас не обманываю. Просто нужно было в школе хорошо учить историю. История повторяется. Она идет по кругу, не по спирали идет вверх, она идет по кругу. И то, что сегодня происходит у нас, как вот эта вот партия АФД, из кожи лезет вон, обещая вам всем, что вы будете здесь жить хорошо. А турков мы выгоним, афганцев мы выгоним, сирийцев мы выгоним, тунисцев мы выгоним. Вы хотите быть людьми второго сорта? Избирайте АФД. Если вам будущее ваших детей, будущее ваших внуков не безразлично, подумайте над тем, что я вам говорю. У нас до выборов в Бундестаг остался один год. И если вы совершите сейчас эту ошибку, исправлять ее уже будет некому. Потому что под эту косу попадут все, абсолютно все. И этнические немцы, и еврейские иммигранты, и украинские беженцы, и поляки, и турки, и афганцы, турки, сирийцы и тому подобное. Все попадут. Естественно, этого, да, вы скажете, это невозможно. Да, я подтверждаю, это невозможно. Потому что, если вдруг, представим такой момент, АФД пришло к власти. И вот он начинает осуществлять свой ремиграционный процесс. То есть, выдворение всех мигрантов к чертям собачьим со страны, за пределы Германии. Что происходит в мире, в мировом сообществе? В первую очередь просыпаются американцы и говорят, ай-яй-яй, нехорошо, сколько у нас в Германии наших военных баз? Вперед! Вы знаете, что нужно сделать. Цель Бундестаг, свержение правительства любой ценой, сколько бы крови ни провелось, мы ставим сейчас там того человека, который будет выполнять наши указания. Это пункт первый. Пункт второй. Вокруг Германии очень много стран, в которых тоже проживают мигранты. И эти все страны, особенно Италия, вы же говорите, вот в Италии Джорджа Мелони, она фашистка, она пришла к власти, она премьер-министр, вон как там хорошо. Там как была безработица, так и есть безработица, ребята. Как была, так и есть. Она срезала пособия безработным, которые не хотят нигде работать. Но она не срезала пособия тем немощным и физически неспособным работать. Она попыталась зажать коридор для беженцев, для мигрантов. Ей все евросообщество сказало. Ай-яй-яй, Джорджа. Но он бене. Ты должна их запускать к себе тоже, а мы уже будем их распределять дальше. Будет то же самое здесь с Германией. Все европейское сообщество навалится на Германию с тем, что нельзя выдворять этих или этих мигрантов. АФД сглотнет и скажет, ну хорошо, но мы все равно их зачморим. И вы опять многие попадаете, кто в наркотики, кто в алкоголизм, кто останется без работы, кто упадет на 1 евро в час на работу, кто вообще нафиг вынужден будет бежать, как бежали в этот Парагвай за сладкой жизнью, блин. Был у меня один выпуск на канале про эту колонию Нойфельд в Парагвае. И те, кто попались на эту удочку, платя сумасшедшие деньги за гектар земли 4 тысячи евро, кидались в меня грязью и камнями, что я вру, что я их обманываю, что не было такого. Как же не было? Посмотрите, сейчас эта колония Нойфельд в Парагвае называется Нойеслебен. Вы посмотрите, как они там живут. Вы просто почитайте их, вот эти вот групповые форумы, чаты вот эти вот, почитайте, как они проклинают вот этих Нойфельдов, которые их облапошили на несколько миллионов евро, отправив идиотов в Парагвай. Парагвай, якобы на землю обетованную, купили землю. В Парагвай земля не продается, она сдается в аренду государством. А люди, деревенские остолопы, поверили, выложили свои кромы за работой на деньги и поехали в Парагвай. Есть такая поговорка, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. То есть, сколько бы раз вы не наступали на грабли, бьющие вас по лбу, вы отходите, потрете свой лоб, шишку эту, елки-палки, да что ж такое, и идете опять на эти грабли. Вам что, нравится, когда над вами издеваются? Вы уезжали из Казахстана, из России, из Украины, неважно откуда, вы уезжали не от хорошей жизни, вы уезжали от коррупции, от вранья политиков, от мерзкой жизни, от этой гадской нищеты, которая ожидала вас в вашем пенсионном возрасте. От той неизвестности, которая в будущем ожидала ваших детей. Хорошо, если вы были какими-то там директорами заводов, или фабрики, или каких-то там МТСов, где вы могли дать взятку, чтобы ваши дети отучились в институте, и купить им место дальше. Вы уезжали из тех республик, нет хорошей жизни, вы приехали сюда, и многие, с кем я разговаривал, говорят, потому что здесь жизнь лучше, мы уехали сюда, потому что здесь жизнь лучше. И сейчас вы кричите, что в России вон как классно, в России вон как зашибись, АФД единственная партия, которая хочет совместной работы с Россией. Я вас не понимаю, ребята, вам объяснить, что в России происходит? В России не социализм, в России не коммунизм, в России, еще раз, мнимый капитализм. Что такое мнимый капитализм? Это когда заходишь в магазин, как говорил Петросян, а на каждой полке по коммунизму, на каждой полке по коммунизму. А выходишь из магазина, блин, полицейские или милиционеры сплошь и рядом коррумпированные. Чиновники, неважно где, в каких учреждениях, сплошь и рядом коррумпированные, вонючие свиньи, сволочи, которые только и ждут, чтобы вы заплатили им взятку. А потом еще неизвестно, сделают они что-то по вашей просьбе или нет. Вы видите прекрасно, почти у каждого из вас есть русское телевидение дома. Вы видите, в каких домах, в каких условиях там люди живут до сих пор. И вы говорите, в России все классно. Эти мнимые коммунистические полки, ломающиеся от изобилия продуктов в этих магазинах, сделаны для того, чтобы люди ощущали себя полноценными гражданами в стране, забывая о том, что у правительства, у власти стоят хапуги, коррупционеры и воры. Но эти воры дают им мнимое состояние, ощущение благосостояния путем дешевой водки в магазине, путем изобилия каких-то там ГМО продуктов в магазинах. У вас больной ребенок, вы идете в больницу, к сожалению, это лекарство. Мы можем, конечно, достать такое лекарство, но вы же сами понимаете, одна ампула стоит 150 долларов. Мы так просто не можем. И вас вынуждают там заплатить взятку за какую-то ампулу лекарства. Там дети, простые маленькие дети, больные легкой формой диабета, умирают в раннем возрасте, потому что им по факту эти сволочные врачи, ужравшиеся на коррупции, просто не хотят давать лекарства. Им плевать, что семья малоимущая, им плевать, что у них нет денег. Как говорят, давали клятву Гиппократа. Нет клятвы Гиппократа. Это я вам говорю. Нет клятвы Гиппократа. Нет такого. Не в мединституте, не в медучилище. Нет такого. Я сам проходил через всю эту фигню. Не мединститут, но я проходил через эту фигню. Нет клятвы Гиппократа. Забудьте. Забудьте. Им наплевать. И этим АФД тоже наплевать. Главное, чтобы вы за них проголосовали. Главное, чтобы вы отдали свои голоса на выборах за них. И как только вы отдадите за них свои голоса, они придут во власть. И будет то же самое, что сегодня мы имеем с этим вот идиотским светофорным альянсом. Где зеленые, даже многие из них толком говорить не умеют. Путают слова, путают буквы в словах. Не знают даже сколько стран на европейском материке. не знают расстояние или длину экватора на планете. И считают, что нужно, если развернуться на 360 градусов, то будешь смотреть в другую сторону. Сейчас у нас у власти такие люди, которые просто клоуны в цирке отдыхают. Мир над нами смеется, потому что... Потому что мы сами таких себе выбрали. Потому что мы сами таких выбрали. Нормальных-то не было. А может быть были. Нас просто купили на эти сказки. Нас купили на эти сказки. Я голосовал на последних выборах в Бундестаге за ФДП. Потому что там был Кристиан Линдлер. Это, по-моему, единственный политик из ФДП, который действительно заботится о финансовой мощи страны, заботится о финансовой ситуации в стране, заботится о народе. Все остальные политики – это пыль, это грязь. Что в его партии, что в партии зеленых. Но избирать АФД, отдавать свои голоса за вот эту вот шайку, извините, неонацистов, это так оно и есть. Это шайка неонацистов, которая ненавидит абсолютно всех, кроме фашистов и райхсбергеров. И, естественно, самих себя. Кто же самих себя любимых-то не любит? В общем, если вы выберете эту партию, сами будете потом жалеть о том, что уже исправить невозможно. А такие ошибки исправляются довольно тяжело в течение всей жизни. Чтобы не получилось так, что вот у меня один знакомый сказал, «Блин, слушай, елки-палки, говорится такое, что, блин, если придет это АФД к власти, у меня, говорит, мои родители, старики, сказали, елки-палки, 40 лет назад мы ехали сюда в Германию, в следующем году куда же нам бежать? Мы же уже стали. Куда же нам переезжать, чтобы жить спокойно? Это говорят сегодня те люди, которые начали прозревать, которые начали понимать, кто такие граждане из АФД и чего они действительно хотят на самом деле. Вот так вот. А теперь, пожалуйста, можете оставлять комментарии на этом канале, можете комментировать видео, можете комментировать мое поведение, можете высказывать свое мнение. Охотно выслушаю, еще охотнее отправлю в бан. Не потому, что, к примеру, ваши политические взгляды отличаются от моих, а просто потому, что у некоторых людей не хватает культурного развития для нормального общения. У них каждое предложение соединено таким связным словом на букву Б или на букву П. И вот если они говорят какое-то предложение, стараясь не использовать эти вот слова, то получается буквально следующее. Я хотел сказать, что вы не правы, если вот так вырезать все эти связанные слова. Вот такие вот дела. Думайте, прежде чем ставить галочку на листке на выборах в Бундестак. Всем удачи. Пока. Продолжение следует...